Здравствуйте! Сегодня у нас такой вопрос. Недавно совсем в городе Новосибирске была запущена такая инициатива открытия памятника первопроходцам Сибири, Новосибирск. Дело в том, что инициатива нормальная такая, интересная, имеющая смысл для обсуждения. Но эту инициативу потом перехватили другие люди. Они уже ее перефразировали как бы в открытие памятника Ермаку и так далее. Было выступление месяц назад на радио Вести Новосибирск. И открылась такая картина. В принципе, тема серьезная. И она имеет смысл обсудить ее для того, чтобы обозначить идеологию. Открытие памятника должно нести в себе какую-то идеологию. Почему? Потому что памятник создается для того, чтобы его видели потомки. Для того, чтобы потомки смотрели, понимали, что, для чего, как. И мы считаем, что, в принципе, перед тем, как открывать какие-то памятники, надо обсудить эти идеологические вопросы. Вот сегодня здесь у нас присутствуют интересные люди. Ивашенко Сергей, председатель некоммерческого культурно-просветительского фонда «Союз украинцев Сибири». Кстати, он был первым инициатором открытия памятника. Подавал документы в мэрию. Потом его мысль перехватили. Впервые я выступил, кстати, здесь с этой инициативой. Здесь, да. До подачи документов. До подачи документов мэрии. До подачи документов мэрии. И у нас сегодня присутствуют представители культурной автономии сибирских татар. Гореев Амергий Мадисламович, заместитель генерального директора по капстроительству. Ну, это Ваша профессия. Значит, Вы входите в культурную автономию сибирских татар, да? Или Вы там председатель? Я председатель. Председатель. Президент национальной культурной автономии татар на Сибирской области. Спасибо. Тихомирова Равза Шамилевна, директор Новосибирского областного татарского культурного центра. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Месяц назад в этой передаче по Вести ФМ Новосибирск, когда прозвучал вопрос открытия памятника Ермаку, и Амергий Мадисламович выступал по телефону, звонил на канал Вести ФМ и озвучивал некоторую дискуссионную мысль о том, что такой памятник здесь неуместен. Естественно, возник вопрос о том, чтобы поговорить на эту тему. Я хотел бы предложить сначала Сергею рассказать о том, как он инициировал, и какой памятник он инициировал в Новосибирске. Ну, прежде всего, я это написал в мэрию. Памятник этот должен был выглядеть как скульптурная группа. То есть, впереди ермак булавой символом казацкой власти, показывает дорогу на восток. Сзади идут другие люди, в том числе и украинец. Потому что казаки здесь были, как раз запорожские казаки, я потомок этих казаков. Чтобы не возникал вопрос, но это действительно так. Среди сподвижников ермака был его ближайший помощник Никита Пан. Да, и там до сих пор, вообще, говорят, что даже до 80% у ермака было. Там был Богдан какой-то, я не помню, еще там. Да, 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 и кольцо тоже, все. Нет, кольцо не надо трогать, кольцо наше. Да, кольцо наше, да, ты думаешь? Кольцо русский. Смотри, фада, бог с ним, пусть будет русский. Ну, ладно. Ну, вот такая группа именно, что идут люди с детьми, то есть со своими небольшим скарпом. Скарп, скарп. Да, скарп. Люди идут со своими узелочками, этими дальше, вперед, как говорится, осваивать Сибирь. Почему осваивать? Почему такая вот возникла идея? Потому что, во-первых, мы считаем, что все-таки Новосибирск у нас столица Сибири в данный момент, потому что она у нас информационная столица Сибири, потому что здесь у нас в основном мы, в Новосибирске, все живем довольно-таки мирно и спокойно, и нет у нас никаких таких определенных трений, и все. То есть, и хотелось бы, чтобы мы увековечили подвиг именно тех людей, которые шли и осваивали Сибирь, и страшно осваивали, хотя это было очень довольно-таки сложно. Вот и все. И надпись я хотел так и написать, то, что первопроходцам Сибири от благодарных потомков. То есть... Проходцы, люди, которые осваивали Сибирь. Да, пионеры. Вообще нравится слово пионеры. Спасибо. Мысль, конечно, хорошая, с одной стороны, да, но нельзя забывать, кто здесь жил. Конечно, мы говорим про сибирских татар. Конечно, мы говорим про колонизацию, да, Ермака. А если Ермак, с одной стороны, он вообще здесь не был у нас, в Новосибирске, да, на Сибирской области не было. Вот, пожалуйста, вы можете ставить там Томорский, где он там похоронен. Там стоит памятник. Да, ну да. В Слюблении, да, той стороне, пожалуйста. Но Ермак все равно здесь не должен быть, да. Если мы говорим, что первопроходцы, если мы говорим, что освоение это было от Руси, если мы хотим свое могущество российское показать, да, мы не должны показывать его здесь, как того человека, мы говорим, как взбоеватель. Ни в коем разе. Нельзя говорить. А почему мы забываем про сибирский татар? Почему у них нет суверенитета своему? Тогда нам вот и так про это говорить, который еще здесь проживает. Сибирский татар. Суверенитеты? Да, суверенитеты, да. У них свои земли. У них, у сибирских татар, свои земли. Мы говорим это Барабинские татары, мы говорим Чацкие татары, где же проживают, В Кловандском районе Чацкие татары, да, и в Торуской области не проживают. давайте говорить про коренное население насколько я помню волжской булгарии при чем тут коренной населения мы говорим про сибирский мы же говорим с вами сейчас мы говорим про сибирских атак я же не говорю про именно татар сказались получив я про них не говорю. Я вам говорю про сибирский татар. И поэтому народ в этом отношении, когда да тем более сегодня, на сегодняшний день, нельзя такие моменты трогать. Междунациональные такие вот разговоры. Давайте поставим Ермаку там вперед. Что он тут? Я не думаю, что... Булава это символ власти. Это не из-за инфинкции, не оружие. Хорошо, тогда давайте... Я почему подчеркиваю? Рядом тогда с Ермаком давайте поставим Кучума. Кучума? Кучума. Который резал свои же татаршки? А что же Ермак что-то делал? И он не будет смущать себя. Извините меня, уж Кучум во много раз больше вырезал собственных татар, чем извините меня. Сергей, давайте помучить. Если Ермак был воин, а Кучум это вообще... Сергей, я вам взряю я вам дам слово. Давайте так. Я вам дам слово. Хорошо. Но для сибирских татар победитель Кучума. Конечно. Если брать про Кучуму значит, мы так будем получать. Но вы про него почитайте, вы лучше не знаете. Да я что, конечно. Про Кучуму не знаете. Про Кучуму, еще раз говорю обозначить. Вот Роджер Шамин правил сказал, конечно, мы должны поставить, да, Кучума, давайте поставим, да, думать об этом то же самое. Если мы хотим, чтобы мы говорим о нашем национальном народе, который проживает в нашей России, особенно народности, которого здесь вот, даже в Сибири. Если брать изначально, вот откуда вообще семья, вот Род Гарея взялся, да, он появился в 1905 году, да, мы говорим, в Толупецкое времена. Мой дед, Нуриславов Закер, который с генералом Капелем дошел до Иркутска, я никогда не сидел, даже в школе ходил, он прошел, значит, Иркутска. Благо, что в 2014 году он был призван, у него официальный был документ, что он призвал со сквами, он хорошо и вернулся в Башкирию. Но в 1931 году его снова в праве Сибирь уже, но здесь уже зашло, мол, кулаком, потому что все-таки мой прадед был молой, и он учился, мой дедушка Матвеста учился, он не закончил, он не стал учиться, а старший брат его закончил, чтобы понятно было, да, вот мы какие здесь татары находимся. Но здесь мы говорим сейчас про сибирских татар. А я сибирская татарка. Вот она сибирская татарка, у него другое мнение, да, я, конечно, буду говорить как вообще о России, да, о национальном с ней говорим, что мой род исходит оттуда. Вот тот же генерал-полковник Гореев, да, один из родственников моих, да, ну что, о чем можно говорить? Ну, то есть рот очень большой, Башкирия. У нас Гореев там живет, это большой рот. И то же самое мой прадед, а у дедушка был, да, 0-1-1-1888 года. Я никогда не стеснялся, что мой дед был гологвардейцем. В школе ходил, что вот он такой-то был, что мы не с простой с ними-то находимся здесь. Но это мы ушли в маленькую сторону. Нет, нет, я хочу подчеркнуть, что все-таки мы говорим о России, о многообразии татарского народа, да, там есть у нас крымские татары, да, есть сибирские, ассарханские, есть поволжские татары, там, ну, много направлений. Как вы историк знаете об этом? Да, я знаю. Если мы говорим сейчас о Сибири, о завоевании Сибири, кроме татар, здесь проживали кто еще у нас? Какасы проживали? Проживали. Ну, они еще подальше, да? Якуты проживали? Проживали. Но у них есть свои республики. Дальше. У них есть свои республики, да, у них все есть. Если мы говорим именно, хотя язык сибирских татар отличается от казах. Чтобы понятно, у них другой диалект. Мы ближе к Какасам, да. Да, да. Если вот Роза Шамильна может добавить, я не помню, то ли в Бельгии, то ли где, я не помню, что язык татарских, барабинских татар, у них как он там где-то, ну, считается чуть ли в мягком произношении. Мон. Присутствует Мон. Мон, да. С перевода с нашего татарского. И поэтому, когда мы говорим, что нужно, конечно, нужен память первопроходцам, да, но поставить РМК, конечно, не надо. Я против этого. Любого другу просто обозначить. Даже вас можно поставить. А то вас, я, нет, просто говорю, как человека, да, просто. Все понятно. Спасибо. Роза Шамильевна. Роза Шамильевна, пожалуйста. Мы еще вернемся. Ну, я как бы просто добавлю к сказанному Амираму Геомедиславовичу, я тоже против такого памятника. Какого? Памятника Ермаку. С Ермаку. Да, я против. Я считаю, что для того, чтобы такие памятники открывать, тем людям, которые выходят с такой инициативы, надо прежде всего изучить историю и понять, кто здесь прав, кто виноват, и вообще было ли это вообще освоением, было ли это освобождением, кто как говорит. Поэтому, а для сибирских татар, для многих это была колонизация, например. Давайте перейдем на сторону сибирских татар и вспомним, что это было сибирское ханство. И было свое государство со своими законами, со своими традициями, языком и даже письменностью. Поэтому вот со счетов убирать то, что у татар было государство в Сибири, мы никак не можем. Это быт однобока. Поэтому я считаю, что для того, чтобы пойти на такое, на создание такой памятники, нужно очень серьезно отнестись ко всему, ко всем вопросам. Потому что я считаю, что если такой памятник будет, я думаю, что со стороны сибирских татар последуют тоже свои какие-то ответные реакции. Хорошо. Хорошо, понятно Ваша мысль. Значит, у Вас негативное отношение к Ермаку, значит, у сибирских татар. Значит, Вы считаете, что сибирское ханство, которое здесь было завоенное было Ермаком, а последнего сибирского хана Едиге кто-то ведь уничтожил, но ведь уничтожил его не Ермак. Ну, знаете, историки некоторые говорят, что Ермак тоже не был русским, а был татаром. Вот давайте не будем. Сколько историков, столько и, значит... Причем здесь сколько историков? Есть официальная академическая история. Конечно. Мы не будем сейчас ссылаться. Ну, почему же тогда в Кровеческом музей Новосибирске до сих пор нет даже карты сибирского ханства? Сибирское ханство тоже понятие растяжимое. Была белая орда, была синяя орда. Значит, есть тюменские татары, это как бы потомки синей орды. Причем тут была, не была. Есть потомки белой орды. Это вот как раз то ханство Сибирь со столицей Искерп, который пришел в Ермак. Да, было это. В прошлом году было. Да, да. Это вот как раз на Тоболе стоит все. Знаем, было. Значит, их... Но за 20 лет до прихода Ермака ведь на сибирское ханство было страшное нашествие кучумовцев, которые действительно уничтожили здесь. Практически вырезали все княжеские роды Вагул, Остяков, Ватяков, значит, всех вот тех времен, которые здесь жили. Ну, и он проводил здесь насильную исламизацию. Ну, этот вопрос тоже такой... Ну, давайте начнем насильственную христианизацию. Давайте, это было такое. 1552 год в Казани, как вырезал Иван Грозный. Давайте. После того, как... Курбский. Ну, Курбский. Как историю говорю. Курбский, не Иван Грозный. Давайте русских царей. После того, как Кучума, в принципе, отстранил Ермак от власти. Его он сам лично не уничтожил физически, скорее всего, Кучум Ермака, он не уничтожил здесь физически, но отстранил, скажем так, от власти. Он утомил от Кальчуя. Ну, это понятно. Значит, после этого подавляющее большинство вот этих вот сибирских татар, которые Кучума ненавидели за то, что он с таким вот шесточайшей методикой здесь действовал, они ведь перешли на службу в принципе, к московским князям добровольно. Вы помните про племянника воеводу Маметкула, который был воеводой третьей руки еще у Федора, у царя, да? Его еще пленил Ермак. Пленил Ермак, но он ему дал свою... Говорит, иди, служи московскому царю. Он пошел служить. А сегодня, кстати, с датой интересная. Вы в курсе? 20 августа. Годовщина последней битвы с Кучумом, когда... Верхармень? Да, Верхармень. Когда полководец... Ваейков. Ваейков, да, разгромил окончательно. И после этого уже Кучум, конечно, уже не смог оправиться. Он был полностью практически уничтожен. Но все дети же были перевезены... Один только сын остался. Он еще там сопротивлялся, но потом его тоже окрестили. И все равно дети, и род пошел все равно от Кучумовских детей. Ну ничего. А Кучумов со мной не предлагали. Служить, давай договоримся. Но он со своей упертостью сопротивлялся. Я говорю про что? Он не защищал. Он их подчинил себе. Это был пришелец. Он оставил свое государство. Это был пришелец. Как и любой правитель. Он был назначеницем мирского хана. Он шел, внес сюда чуждую идеологию. Он жесточайшим образом подавлялся. То есть мусульмольство имеете? И в войске Ваейкова было 300 человек служилых татар. Но это что такое? Я знаю, что очень много татарных. Ну почему? Да потому что они этого Кучума ненавидели больше, чем Ермака. Да потому что Ермак пришел сюда со справедливостью. Так очень он пришел. Да не надо, пожалуйста. Извините меня. В бегах вместе с какими-то казахскими ребятами и что-то тут начали делать. Не знаю. Вот такое мнение. Хорошо. Я вам еще раз говорю. Только закончил сезон. Вы возразите. И мне историки тоже не говорят. Сколько вот историков, столько и вариантов. Я с вами согласен о том, что памятник Ермаку, наверное, может быть в Новосибирске и неуместен. Ну, наверное, неуместен. Не потому что Ермак это та самая фигура, которую надо там ненавидеть, может быть, сибирским татарам. Может быть, вы тоже ошибаетесь. Это справедливость. Может быть, в Ларусе по справедливости. Да. Но по справедливости Ермак, конечно, сюда не приходил. Давайте я самую рассказала историю. Не приходил. Доставили. Ну, поставьте вон там на Верх-Ирмении памятник в этом воейковом полководцу. Ну, ради бога. Это будет уместно. Это будет уместно. Ну, Кучуму, который проиграл сражение. Ну, представьте, что... Который вырезал там за памятник. Ну, а что Ермак у нас так благодушно там шел, как Сибирь, да? По сравнению, честно вам скажу. Они шли с огнестрельным орудиям. Вам скажу, вам скажу. По сравнению с Кучумом, он просто измышленный. Вы что, там обвели прям? Давайте скажем. Он изомнений учил. Что говорите? Ермак, это был, знаете, это... Силок ОБСЕ. Что-то не Красный Крест. Он серьезный. Сергей, подождите. Не надо кричать. Нет. Вот тут ты заходишь. Нет, Роза Шамирина говорит... Ну, я историк. Ребята, Сергей, Роза Шамирина говорит правильную вещь. Здесь было государство. Я говорю, это государство уничтожил Кучум. Нет, говорят, что здесь был закон. Здесь был один закон. За 20 лет до Ермака. И все. Никаких законов не было. Ребята, вот этого я не знаю, о чем вы говорите за 20 лет. Я впервые это слышал. Такого не было. Вообще, этому какую-то... Я еще раз говорю. Еще раз повторяю. То, что вы говорите за 20 лет, это неправильно. Потому что как раз, потому что я не принадим, чтобы хоть кто-то заглянул в историю, наконец-то... Посмотрел, что вы сибирский татарь, сибирский татарь. Ну, поверхностно сказал, а за то, что 20 лет до Кучума, о чем вы говорите? Я тоже первая. Это в Ермака. Да, еще раз повторяю, вы про Кучуму скажали. За 20 лет, когда появился самое... до Кучума, да, как я понял? До Ермака. За 20 лет... Появился Кучум. Появился Кучум. Да о чем вы говорите? Он всегда здесь был. Как всегда был. Он, когда Ермак пришел, он был. А вы, как я так говорите, что его не было. А каким образом он здесь появился, Кучум? Ну, Сергей, давайте прекращайте кричать. Ну, давайте, ладно. Мы говорим о том, что Кучум пришел с завоевательным походом за 20 лет до Ермака. Не знаю. Покорил здесь всех сибирских татарь. Не знаю. Жесточайшим образом уничтожил все княжеские родные. Сергей, не раз уничтожил. Ребята, ну прощите. Ну, все равно, давайте прекращать кричать. Давайте по очереди. Я вам давал слово, давал. Вы сказали, сказали. Еще да. Вот, пожалуйста. Это может проверить хоть кто. Значит, и после того, как пришел сюда Ермак, он дрался с Кучумом. Кучума не поддерживал никто. Вы что, думаете, просто так, что ли, 300 человек казаков вот здесь вот на Тоболе? Напоели на танцких. Водка напоели. Да какая водка? Да никто его защищать не хотел. За три копейки. А Маменткула ранили. За три лепешки продали. Маменткула еле-еле вытащили. Вы знаете, вот был такой, помните, полпот и Ермак Сари? Тоже был закон, был полпот. Да, ну это, конечно. Ну, так вот именно. Вот это, что там? Поэтому эта информация, которая имеет свойство, чуть проверяем. Давайте так, согласны? Мы сейчас говорим о чем? Нужно ли нам память вообще пюропроходцам? Вот Хабаровск, Хабаровске, он есть. Первый, там никого нет у другого. Ну, просто... Сибирь, столица Сибири. Нет. Центр Сибири. Центр Емразии. Нет. Почему нет? Освоителем Сибири. Ну, хорошо, но, ребят... Мне будут присутствовать все. Хорошо. Народы. Народы. Нет. Я еще... И вы так поняли, что только украинец с Ермаком? Нет. Почему только? Я сказал, что среди них будет и украинец. Вы перемотайте. Если Сергей только будет говорить, то, наверное, только украинец там будет. Да вот это он-то и украинец. Нет, нет, подожди. Вы так поняли, что Ермак и украинец сзади. Если вы говорите, давайте всем не верите, что делать-то. Сереж, если мы говорим о памятнике, да, здесь, ну, Ермак не должен быть здесь. Он не был, во-первых, раз. Ну, давайте все... Он говорит, как образ. Образ. Ну, образ не надо, но Ермака. Любого. 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 Только не Ермак. То же самое, как у нас в этом стелу сделали, в репорту, там, да, вперед. И тоже... Кстати, никто и не знает про эту стелу. Почему? В Ермаку. В Ермаку, да. Никто и не знает, и никто его не видит, потому что у меня все переспрашивают. А что, есть, что ли? Почему? Когда к нам Гмениханов приезжал в последнем 12-м году, мы его встречали, ну, и гостей там, как бы... Его люди здесь были, ждали, пока он прийдет, показывали. Мои люди были в шоке, конечно. От этого стало. Мы здесь и собрались для того, чтобы выстрелить книжки зрения. Конечно, для города что-то надо. Надо, чтобы все было красиво. Ну, конечно, какие-то... Красиво и понятно. Конечно. И какие-то памятники должны быть. Да нет вопросов. Вот Ленина поставили, а сейчас везде пытаются убрать его. Зачем? Потому что, конечно, я думаю, что сибирский татар, молчащийся там. Дальше, Роза, камень где поставили? И его сейчас сгноили. Там, где... Это было Чарское городище. Городище, да. Где вне штурпа. Метро Октябрьского. Какое камень? Ну, память. Городище там. Установили общественность татарская. Лет 20 назад, наверное, да? Его... А теперь вандалы всякое разное. Испоганили. В смысле память? Это память не хотели поставить? Камень? Памятникамень, на нем была табличка. Его испоганили просто вандалы. И вот там ничего нет. Ну, в общем, мы о чем говорим-то? Это Лучасское городище. Именно о горенных чарских татар. Хотелось бы, чтобы у нас в городе больше памятника был. Конечно, хорошо это. Да никто про это ничего не говорит. Но, когда говорить про Ермака, да не надо просто там говорить, что это Ермак. Вот это возбуждение. Ну, просто идут люди, осваивают Сибирь. Вот я понимаю это. Осваивание Сибири. Не надо какого-то знакового человека ставить. Как мы говорим, то у Ледина поставим, то у еще кого-нибудь. Давайте вот без конкретного лица поставим. Не, ну там, во-первых, просто дело в том, что там не будет стоять, что там вот это Ермаш. Я просто подруга умеваю. Да нет вопросов, потому что казаки идут там. Да нет вопросов. Это булава, понимаете? Это вот, знаете... Я понимаю. Где украинцы там булава? Это не воин. Ни одного человека редко беда. Вот тогда ставьте украинским таким-нибудь своим героям. Вот как раз Шевченко и ставят, господин Носов. Это по-моему... Глава Сибири, это как бы... Да, Шевченко. Да-да-да. Как-то... Ничем пульно он здесь поставил. Странно. Почему? Деньги он собирал, ходил? Да, это собирал, это собирал. Вы там ассоциация решила тоже... У меня вопрос к вам, Роза Шамилюна. Вы как сибирская татарка, а как вот сибирские татары, вот проживающие здесь, они к какому народу себя относят, к какой культуре, каких предков считают здесь своими предками? Можно вот так вот задать вопрос? На самом деле вот сибирские деревни у нас находятся сейчас в Колыванском районе, это чатские татары проживают. Это юрт Бора в Колыванском районе, юрт Ангалук. В Борабинском районе и чатском, венгеровском, наверное, немножко, в Кыштовском районе проживают барабинские татары коренные. То есть два народа вот татар. Вы именно коренных народов. Поняли мой вопрос? Я поняла. Я просто хочу сказать, что в Новосибирске именно вот эти коренные татары проживают, чтобы не было как бы... А как они относят себя? Хочу сказать, что вот как раз с этим, связанным с переселением, очень много переселилось поволжских татар. во времена стал Грибинская реформа, то есть вот это все. Что-то до этого. И то есть переселением русских и других национальностей и пошла вот эта русификация, ассимиляция. Сейчас, можно сказать, вот действительно как все ассимилировались, и нам очень жалко вот смотреть на все, что мы просто теряем вот эти традиции, вот этот вот язык вот этих сибирских татар. Сибирских татар. Он переходит именно в язык по Волжск. Ассимиляция с по Волжск. С по Волжск и русских. У нас, вы знаете, в деревнях, в которые приезжают уже молодежь, если раньше мы, именно у нас и Надежда Голобот, сейчас приедет молодежь, они носители вот этого татарского, сибирского языка, они сейчас стесняются говорить на своем родном языке. Я спрашиваю, кого вы считаете предками своими? У меня такой вопрос. Предками, естественно, я считаю. Свою бабушку. Нет, нет, предки, я имею в виду... Сибирских татар. От Крыпчаков, от Крыпчаков, от Брата. Вот эти народы были, понимаете, уже... Ну так глубоко, конечно, я... Это тебе вопрос. Нет, это надо же все видеть. Вот сейчас, кстати, идет работа делегации ученых Института Истории имени Морджани из Республики Татарстан по районам нашей Новосибирской области об идентичности татар. Они будут где-то выступать, будут какой-то... Обязательно, это выйдут обязательно труды этих ученых. А здесь у нас в понедельник встреча с министром культуры, с Кузиным Василий Ивановичем. Как бы, вот это вот уж как по результатам вот этой экспедиции в Англию Сибирской области, они как раз и... Там идет анкетирование всех татар, они прямо буквально в каждый дом, каждого члена семьи опрашивают. Вот именно как раз тот вопрос, который вы мне задали. Это тоже будет задан. Вряд ли кто-то помнит, откуда, из каких народов... Я не просто так спрашиваю вопрос. Да вы знаете, все было высшено, когда был Советский Союз еще. Давайте... Закрытые мечети, закрыты татарские школы в Новосибирске. Понимаете, все рукописи были сажены. Все было сажены. Все национальные, не было национальных школ. Ну почему? Так считалось. У нас была, у нас на Ипподромской была татарская школа. При Советском Союзе? Да. У меня отец учился в Татарской школе. В 30-й годах на базу была. Он 4-й класса закончил. У нас даже не из-за чего. Потом уехал в Татарской. В Татарской школе. А то все национальные школы закрыли. Я не знаю, национальные. В Татарской была школа. А у нас, наоборот, украинцев было здесь много, украинские школы. После приклада Советской власти они исчезли все. Ну, вас называли малороссами, да? Мы говорим, вообще, белорусцев, украинцев, а малороссы. Ну, мы все равно украинцы были. И все тогда назывались все равно украинцы. Я почему спрашиваю? Потому что ведь вы тоже, наверное, в курсе этих вещей, которые сегодня творятся в мире. Вот эти вот радикальные исламизмы, которые наступают на, в том числе, являются угрозой. Ну, я думаю, вы знаете. И все это проходит иногда под флагами тюркизации. Татары никогда не придерживаются от этой вот... Великого Турана. У нас вообще у татар, как бы, мусульманцы. Традиционный ислам. Традиционный ислам. Который был сегодня в России. И вот сейчас, который вот этот вот идет... Традиционный ислам, он, как бы, какой традиционный ислам? Да, он тоже разный бывает, опять же. Все вопросы к вашему... Вот, типа, вам все расскажет, правда? Да. Катепу, да. У меня вопрос... К нему вопросы задайте. Что именно вот вы хотите узнать? Ну, какой традиционный ислам? Какой шииты, суниты, 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 суниты... Но у нас нет такого, которое противоречило нашим законам российским. Это точно. Потому что, насколько я в курсе... В этом нас нельзя обидеть. Я вам скажу, традиционный российский ислам, это ханафитский ислам, ханафитский мазхав, сунит, ханафитского мазхава. Но он имеет свои расцветки, благодаря влиянию суфийских школ различных. Я вам даже скажу, что раскопал совсем недавно, долго-долго копал. На сибирские татары, на ислам сибирских татар повлиял тарикат, суфийский тарикат Нагжбандия. Чтобы было... Вы глубоко не копали. Слушай, вы себе музык передача. Нет, нет, Сергей, это не передача готовилась, это у меня от зубов отсказывает. От зубов, да? Я вам даже могу сказать, можете смеяться, может нет. Тарикат Нагжбандия распространен на Кавказе, на Северном Кавказе. И Дагестан, и ингуши, и частично, несколько там тейпов в чеченство, два или три, они вот относятся к тарикату Нагжбандия. Кстати, знаменитый Шамиль был. Вот этого тариката. А осетины? Осетины есть, мусульмане есть, христиане. Я про то, что копать глубоко иногда бывает полезно. Я бы поговорил с вашим умной с удовольствием. Вы говорите о традиционном исламе, я вам говорю о традиционном исламе. Вот скажите мне, у сибирских татар какая тюбитейка? Ну, не квадратная. Как она выглядит? Не квадратная. Ну, как она выглядит? Рассветка какая? Зеленая. Зеленая? Белая полоска есть? Нет? Нет. Зеленая, черная, с вышивками, с бисером. Ну, это суфийские направления. Потому что у нас нормально, у нас нет. А у тариката Нагжбандия белая полоска вокруг. Ну, да. То есть тут как бы… Я вам скажу одно. Русские татары неразделимы, потому что они составляют ведро нашей нации, нашей страны. К нашей стране. К тюркским народам. Ведь тюркоязычное население России – это великая цивилизация тюркская. И татары, настоящие, традиционные, относят себя к тюркским народам. Я почему вас и спрашиваю, к кому вы относите? Может быть, относите к кыпчакам? Потому что кыпчаки… Кыпчаки, конечно. Кыпчаки были в Сибири. Кыпчаки были. По-моему, даже к кыпчакам. Вот от кыпчаков сибирские татары. Все вопросы. Все вопросы. И вот вы когда сказали… На кипу Хазратов. И вот я вам все там объяснил. Пожалуйста, если он согласится. Вы сказали об христианализации насильной. Ты честно скажу. Жалко сегодня, что нету с нами этого. Бодридина. Нет, не Бодридина этого. Который уделили мне. Бодридина, да. Он, кстати говоря… Вот историк. Ты знаешь, что там Бодридина? Знаю я много. Видите, возникает такой вопрос… С историком бы лучше поговорить, конечно. Возникает такой вопрос исторический. Вот я и хотел… Мне… Я ничего не хочу сказать. Что здесь творили ермаковцы? Творили они насилие или не творили? Это… Вы можете сказать, ни я не видел, никто не видел. Но то, что Ермак пришел сюда через 20 лет после того, как Сибирь завоевал Кучун кровавейшим образом, это однозначно… Это вы посмотрите в любом историческом… По Краваеву не был Ермак… Ну вы же понимаете, что раз русское государство… Ермак… 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 У вас точка преткновения… Видите? Я пошлю, если что… Съемки… Ее надо проверять… Ни разу не нахожусь… Давайте преткновение… Давайте проверять… Ни разу не нахожусь… Просто интересно… Нет, нет… Изучать на русском… Изучать на русском… С таким… С такой любовью и воздушевлением, что он был здесь Ермак… Я вообще ни разу не слышал… Первый вариант… Заткуда здесь Ермак был? Нет, здесь он не был… Здесь он не был… Нет, ну вообще, как бы, среди сибирских татар… Вы говорите, что он… К ним ушли татары… Я их просто хочу… Да я вообще… Конечно… Да я в одной книжке-то не читал… Да ну что вы… Знаменитый племянник… Он был в боевую до третьей руки у царя Федора… Да были они все… Он спокойно перешел к нему на службу… И казанские все там были… Я вам скажу больше… Это был лучший воеводок у Чумов… Лучший… Ребята… Но я вам только… В Чатской деревне, про которую я говорю… Юртора… Это вообще очень древнейшее поселение Чатских татар… Оры… Вы знаете, как они рассказывают… Вот… То есть, как бы, из летописи… Из вот этих… Всех вот… Из легенд… Можно сказать, уже из легенд… Да… Они говорят… Вот… Представьте, сколько у сибирских татар было детей… До десяти человек… Больше… Русских татар… Детей… И они просто боялись, что вот эти… Все воеводы, которые шли, да… Можете… Я вам просто… Просто… Для информации, конечно… Для информации… По-моему, любой разумный человек должен понимать, что… Святое место пусто не бывает… Вы, наверное, можете представить себе… Если бы… Не появились здесь русские… То… Как бы… Сибирь могла осваиваться… И кем… С той стороны… Да… И с той… Я вам приведу в пример хотя бы историю Казахстана… Да… Сегодня они тоже отрицают то, что они… Русских… Там… Население ровно наполовину разделилось в Казахстане… Половина населения понимает прекрасно, что такое русская цивилизация… Что она принесла на казахскую землю защиту… Понимаете… А половина категорически отвергает, считает себя вместе с сибирскими татарами… Защиту от кого? Да… Послушайте секундочку… Ага… Значит… В то время… В то время, когда Казахстан… Казахские… Эти… Ну… Ханны… Баи… Баи… Да… Начальники жузов этих… Обратились к России за защитой… Их конкретно вырезали джунгары… Джунгары – это северные китайцы… Китайские племена… Они конкретно… Зловещи… Методически… Зверски… Уничтожали просто жуз за жузом… Пока они не обратились к России… Сначала они обратились к Анне Ивановне… И пошли первые вот эти самые… Практически они защитили казахов… Казахские жузы… Понимаете… Я про то, что свято место пусто не бывает… А вспомните 20-е годы… Как осваивалась Сибирь… Американскими концессиями… Вы в курсе, что Троцкий распродал… Не только Троцкий… Еще при царе начали раздавать американским концессиям… Все вот эти вот… Северные народы… Как они загоняли… Практически в никуда… Особенно Чукол… Пока… Как бы советскую власть не ругали… Пока она не навела порядок… Пока после высылки… После того, как убрали власть Троцкого… Сталин не запретил… И потихоньку не оттеснили эти американские концессии… И после этого уже… Северные и сибирские народы… Получили свое развитие… Понимаете… И они сохранились… Все… Начальник Чукотки… Ну… В принципе… Да… Это… Великолепно в этом фильме отражено… Да… Это яркий образ… Того, как влияли… Ну, прочитайте Угрю Муряку… Прочитайте… Это правда… Это правда… Американские концессии… Угрю Муряку… Я опять в классе читал… А Троцкий распродал… Практически половину Сибири… Уже американским концессиям сдал… Понимаете… Он на то суда и был поставленными… Ну… Потом его уже… Когда отстранили… Потихоньку… Сталин отодвинул их власть… Хотя они еще… Имели какое-то влияние… То же самое сегодня проводил Абрамович… Между прочим… На Чукотке… Другой только методикой… Есть несколько… Понимаете… Я про то, что… Когда… Когда в Сибирь… Приходят… Образуется… Вот такой вот… Зияющий око… Туда все равно придут… И… Поэтому… Конечно… Я понимаю… Все позывы… Вот… Этнические… Патриотические… Другого народа… Вы, кстати… Понимаете… Что… Я думаю… Вы уважаете… Александра Андреевича Проханова… Который создавал… Я перебью вас… Вот эти слова… Это его… О чем… О чем все говорить… Я настолько много лет… Его знаю… О чем говорите… Это все его слова… Я вам хотел сейчас… Привести… Его цитат… А я хотел… Только сказать… Вы начали говорить… Ну… Один к одному… Потому что у нас… Когда был… Я… Я уже… И… Мы… Как раз… У него… Памятники… Ермаку… Мы… Против этого… Замечательно… Останавливать… Справедливую… Основу ее развития… Вот за это вот… А… Мы тоже за это… Ну… За это же… А вы говорите… А памятники… Которые будут создавать… Они должны отражать… Интересы всех… Историческую доставельность… Историческую доставельность… И в тех спорных вопросах… Которые мы с вами отметили… Давайте разберемся… И еще раз встретимся… Теперь вот… Памятники… По этой ситуации… Подготовление… Или… Истор geliyor… Мыـ Это сначала… Мы собираемся tienише… Продолжение следует...